что друзьям приветствую всех любителей четвертой европы у нас с вами снова емин знаете кто-то под подметил в комментариях то что мы очень похожи на карфаген чем-то да но в целом если знаете посмотреть то мы вроде как и торговая империя у нас есть колонии колонии у нас есть кое-какой флот воюем наемниками то есть целая идея нас на наемников ну да да мы похоже с мусульманский карфаген ну ладно у меня есть кое-какая идея как сейчас дальше развиваться и это нужно реализовывать как можно раньше знаете почему потому что дальше воевать нам считать только с армузом да вот ну в эту сторону как-то развиваться либо с эфиопией там что-то придумай да что тоже вполне себе можно сделать то есть вполне но вот на тему армуза в конце прошлой серии мы союзили с османом это это просто невиданные широты нам открыла если честно так вот армуз союзник а османа вы знаете можно просто бить войну и осман не захочет его поддерживать и всякие военные усталости там все дела у нас хорошее отношение с армузом это можно поправить запросто вот за него вступается также яс и давосир то есть вся свободная аравия вот медина это это не свободная аравия подожди ли свобо это свободная страна медина ё-моё реально ты же была субъектом мамлюков нет как это произошло я чё-то не понимаю но у нас есть претензии на медину так-то может как-то ну ладно союз с мамлюком это это да это неприятность ну ладно я не ожидал что что медина свободная вот таким образом можно врываться на армуз принципе под соотношению сил мы должны запросто все это брать мои планы этой территории конечно армуз полностью взять себе оккупировать ада вассир сделать вассалом да я не отказываюсь от вассалов нашего сомалийского вассала мы вот-вот аннексируем да тут через годик буквально всего лишь даже чуть меньше вот ада вассир будет следующим вассалом у нас как раз освободится deep связь ой как будет здорово вот у него есть кое-какие претензии конечно и на нашей территории есть но это можно если что отозвать правильно правильно вот но у нас все не так хорошо по деньгам с рекрутами не очень хорошо так что непонятно как бы нам воевать сейчас но национализации нет никакой хорошо и это доходики нас не самые приятные за того что я взял кучу себе советников типа вот такого можно выгнать например на на дисциплину все-таки оставлю чела идут у нас по сниженной цене торговец я бы такой момент немного неприятный ну и желание османа может поменяться вдруг затем я бы хватило просто один раз отобрать землю с продажей титулов да было бы 25 земель корона небольшие дебафы но ничего страшного этих 500 монет бы хватило для уверенной жизни да да давай будем убирать этого советника тоже что с таким количеством рекрутов буду делать я не понимаю честно ну наверно придется все-таки эту кнопку проживать время войны что-то мне кажется можно получить бонус к битве в горах и не то чтобы здесь были горы на самом деле ну ладно давай что по крепостям они есть это уже не радует это уже очень сильно не радует но здесь такая стандартная да а здесь прям из 2 уровень 2 уровень и такая столичная еще неприятность неприятность причем с этими двумя 2 серым и я сам нужно разбираться раз и навсегда иные именно во время этой войны потому что здесь союзник и мурида а здесь союзник османа и тимурида то есть если мы их так оставим это может просто непредсказуемо как-то обернуться для нас плохо вот поэтому я так знаете сомневаюсь насчет казны насчет рекрутов хватит нам не хватит после присоединения вассала нам же еще меньше лимита дадут да еще будет больше траты пу-пу-пу кто у нас на это все скажет флот тоже это интересно справится он не справится надеюсь да по старой памяти сейчас фото объединим как мы это делали до этого да они тут этот крупный корабль здесь есть здорово конечно здорово ладно надо влетать сейчас давайте отношению ухудшим да и пожалуй сейчас у нас немножечко пройдет время и пойдем интеграция вот о чем я говорил 28 было стало 27 этих человек мы уничтожаем сразу это крепость эти я не знаю оставлять не оставлять хорошо вопрос а давай наверно ставим ее давай не будем ее трогать очень сомнительная такая такое мероприятие сомнительно ну ладно целая область самолином досталось супер кстати довольно довольно бесплатно получилось ее присоединить вот так вот ладно пока осман не передумал не вступать давайте за вот эту провинцию ну посмотрим чем это может обернет обернуться и так с давай серым довольно быстро получилось разобраться родники такое дело ты имя как вассал нужен да необычно правда а пока не согласен сейчас мы его полностью оккупируем может быть тогда и так но он в принципе на грани то чтобы согласиться и довольно все просто так получается еще тысячи сомневался думаю еще блин сомневаться все просто так давай все родники да ты увидел наверное как я тут их армию разношу хорошо давай так всякие при ты от от меня претензий ты можешь отказаться от от претензий на меня все хорошо с этим я согласен вассал супер отдельный вопрос делать его именно вассалом либо марки потому что в ближайшее время его не планирую присоединить потому что кучу претензий на мамлюка да ну как относительная куча айбел ладно не буду ничего выдумывать какая из него марка ну правда рано или поздно его точно присоединия ждет поэтому пусть так но две главные крепости очень-то взяты осталось только обычный столичный причем они это центра торговой второго уровня крепость обычно да супер ну кстати и флот наш довольно так хорошо справляется прям вообще только только радоваться остается кстати наверное не зря крепость оставили зря блин восстание она держит это хорошо я не очень понимаю как мне отдельно мириться с я сам потому что напала как раз на армуз и как-то не знаю так что ли придется что-то делать все мы не захватим это вот факт пока что супер но с ними разобрались правда немножко неудобно что не могу отдельно с я сам заберется пупу-пупу но чё нам остается как-то так сделать наверное да то есть яс мы полностью забираем что может быть и не обязательно или или обязательно не обязательно я он чуть-чуть останется кстати этот яс чуть-чуть и он останется как-нибудь вот так вот может сделаем для ровных провинции до маскат у нас будет и знаете можно даже как-то вот так а то есть получается мы вообще никак не затронем яс да а раз мы не затронем давайте просто отдельный мир на деньги почему нет какой-то который потребуем какого-нибудь что-нибудь разрыв союза с тимуридом например надеюсь вместо них они с кинуть мамлюком не задружатся потому что но на мамлюка я не знаю как давить но видать только с помощью османа на него вдвоем нападать только так хорошо с ясом закончена перты армуз ну кстати я тебе а я полностью могу тебя захватить это хорошо так это прекрасно полностью никаких колоний у тебя нету разумеется все я да подожди сейчас немножко денежек нужно меньше взять да да и все расстроится только один яс я его понимаю чикс легендарная победа легендарная отлично так эту крепость вопрос наверно оставлять потому что она вроде как закрывает хотя лучше суда бы крепость бахнет нам лучше суда чтобы она и проход закрывала и и все пока ставим ладно так и мы выполнили задание защитах армуза правильно так что нам тут пишут торговцы армуза наши главные конкуренты на конкурентах рынках индии да давайте устраним их хозяев у себя дома положив на коне конец их автономии и вынудив их сотрудничать конечно никакая другая сила не прибудет в индию чтобы нарушить нашу монополию но все короче на тему индии на тему торговли с индий аденский залив получаем торгового влияния навсегда аденский вот он да хорошо получаем deep вес адмирал при традициях 60 сюда йемен устанавливает контроль значит на протяжении десятилетий йеменские торговцы сталкивались интересами армузских плутократов на севере благодаря недавнему походу за вы завоеватели других полюсов мы смогли успешно вытеснить их с рынков прочно утвердившись в качестве ведущих торговцев на юго-востоке арабии ну да отныне богатство больше не будет утекать из адена на север и будут храниться в казне нашего государства и наших торговцев в наших планах для них не было места но да 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 но это не значит то что мы можем торговлю с армуза тянуть сюда наоборот мы с аденом можем тянуть торговлю в армуз а есть смысл даже торговца себе себе суда поставить да то есть я вот это уже область могу в торговую компанию поместить хочу ли это не одно подожди это область магастан тут живут наши родственники не надо здесь торговые точки а вот дальше при развитии туда если у нас задание на дальнейшее развитие суда ну пока что тут нет ничего насчет этого не похоже на то как-то кстати а у нас множество всяких заданий таких довольно простых которые можно выполнить отчет их игнорирую но допустим задание на поднятие стабильности на 2 типа сколько у нас один до буквально одну кнопку прожать у нас так что называешься-то подмен очкам все прекрасно можно все это позволить и пожалуйста дайте угадаю конец религиозных столкновений правильно но ну да в целом так несколько один способ понять коран и хадисы и это наш способ и вот это нормальный подход давайте убедимся что все йеменцы последует этому примеру получая на 50 лет стоимость стабы производства и процветания плюс и реформу на соточку значит ли это что мы получим сейчас реформу да это и значит отлично модификатор на минус стоимости наемников вон в сопряжении с нашими идеями это может дать прям хорошую вещица хотя вот вот это тоже довольно неплохая вещица принципе но не давайте будем стакать бонусы поскольку нам дает стоимость наемников мин 25 содержание минус 25 еще минус 10 сейчас получим вот это мне нравится и так нам предлагает нового соперника здесь аджуран здравствуй родной я тебе не забыл совершенно довольно простая война оказалась на удивление с ясом у нас перемене до двадцатого года до солидное время так и чё думаете стоит ли послать торговца в армуз ну давайте посмотрим где у нас все торговцы а один в гуджерате один в эфиопии один получает прибыль то как будто бы стоит давайте так если отзыву купца собирать прибыль здесь сколько мы потеряем много 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 прям потеряли так возвращаем принципе эфиопский торговец не то чтобы очень много нам приносит 087 что это такое это ни о чем поэтому поэтому тут же еще бонусы мы потеряем в родной этой провинции и так так мы получаем 1399 а так мы будем получать 1404 но такое так но чуть-чуть выгодно чуть-чуть выгодно мамлюки хотят разорвать свою посмотрите у блин жесткий чел подожди я попробовал получать отношения попробую так ну раз уж мы торговая империя давайте улучшать такие моменты всякие она сейчас так просто это не получится сделать так ну и по-моему нам пора прокачивать институт новенький по моему да где мы хотим это делать а вот тут буквально рядышком с нашей столицы из прекрасная провинция на развитие минус и а нужно 15 развития для повышения этого окей окей я потихоньку будем разбираться как это работает а тем более это провинция торговый порт фута это просто грех его не пократи не прокачать никаких университетов мы здесь строить не можем где-то 17 тех не 17 тех это супер не скоро и так тогда приступим потихонечку сам по себе у нас не распространяется нет не распространяется хорошо так до 15 прожимаем эту кнопку чикс все подешевле терестала да это можно спокойно убрать в любой момент он дает бонус на торговое влияние кого-то в эту кнопку можно проживать навсегда за эти какие-то супер богатые провинции например те которые мы развивали вот вот куда-нибудь суда это прожать это прям выгодно было бы получить торговое влияние эффективность производства производства товар производства товаров эффективность производства это разные вещи ничего себе налоги рекруты моряки ну из такого общем все а и местная стоимость улучшения великого проекта на всякий случай тоже так а джоран нам больше не соперник так получилось мамлюк блин ну неужели ты реально хочешь ты не разорвал а уже разорвал да основа хочет стать этот союз ты к нам снова что-то передумал не знаю как чё это нашло такое ладно мамлюк сто процентов война с ним будет это гадалки не ходит ох но доходы наши уже 35 монет торговля 15 монет присылает ой хорошо можно вернуть советникам да на что-нибудь но не хочется слишком дорогого как-то ну то на налоги все пойдет кстати я можно несколько раз повышать эту инфраструктуру блин сколько нам открытий чудных просто этот мир несет я шалею да еще раз подешевела агент написано этот уровень инфраструктуры такой-то это есть я не вижу может и есть не знаю затем мы можем попросить мамлюка вернуть провинцию национальную давосиру вот это хорошая идея подожди я общество зашел не для этого а для того чтобы а разорвать союз мы должны быть союзе для для этого ну ладно давай верни провинцию нашему вассалу давосир смотри я делаю чудеса я забираю провинции без войн у кого у великой державы мамлюк они великие жена у великой державы мамлюков эти осман вообще неплохо себя чувствует вот и никогда не нравилось когда осман сюда в степи начинает идти как-то это нелепо смотрится по границам но она происходит у нас пока тут всякие развития идут всякие домики строю нас доход еще на пять монет поднялся ну все походы игра перешла у только что в late game каким-то образом я даже не заметил этого нас как-то вдруг все стало вообще великолеп и есть появился колониализм можно тогда это вернуть и сколько это будет 700 монет стоить ну пойдет и того у нас лимит армии 34 полка мамлюк надо не догнал и пока мамлюка не догнал зато тимуриида причем у него вассала один и вот он как бы все трансаксане и аджамы это все от него отпало с сестаном напомню это все-таки армуз тимурид держит и тут у меня претензии и кстати килл во хочет дать им института ренессанс боже я же думал я же не верил не внедрил еще колониализм типа к чему это а вот к чему опа это что такое что-то не переведенное от мамлюк спонсор великого хаджа хочу ли совершить великий хадж спонсируемый мамлюком что это мне дает я не понимаю я впервые это вижу подожди хадж мекка вот она мекка я сам могу это как-то прожать не похоже на то хочу и что и понятно что султан какие-то бонусы получил не получил отношения улучшились может я османа расстроил нет а что что случилось ладно я не понял дожди может я к нему начал лучше относиться а да 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 я вот если я был ботом я бы к нему лучше относился бы вот типа вот такое отношение улучшилось хорошо то есть если у нас будет мекка в руках можем кому-то предлагает за деньги улучшить отношения мусульманам понял понял зачем это ему я не знаю но прикольная механика прикольно конечно кстати давосир а ты не хочешь нашу династию непонятно давай сначала получаем отношения наверно супер могу нас поздравить вы полностью колонизировали наш первый островок огонь продает островок относится к зензибару но у нас особо-то и выбора нет а кстати а вот этот островок относится уже к индии но я с торопиться не буду то я уверен сейчас европейцы приплывут вот это колонизирует а это мы можем в принципе успеть по ощущениям но не за хочется вот это взять это будет наша провинция мы сможем поделать претензии на как что называешься на мадагаскар опять же это не сильно надо потому что торговля как бы не будет тянуться как надо все наконец-то можем внедрить институт огонь сейчас моментально парнем военный тех кстати как у нас ну да 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 знающие люди осман уже десятый тех взяли себе наверное сверх времени даже крутые блин до сверх времени 60 процентов нифига он классный блин классный ну и кстати эфиопия наверно ты у нас такая осталась очевидная кого можно завоевывать а джуран все-таки связан с проблемами проблема проблему зовут мамлюк так что эфиопия ты но все так прекрасно что мы можем без всяких наемников принципе справиться что даже не за меня немного напрягает и мы так этим идеям стремились с наемниками а вот такими вообще не пользуемся нисколько не что-то не очень блюк снова хочет союз но мамлюк но ты ты серьезно да а ну кстати у нас связь то осталось с ним пока осман сидит здесь а давай а давай разрывать союзы через него будем с ажуранами всякими давай я соглашаюсь прям сию секунду меня воевать мамлюкам не нужно эфиопия кстати так с кем-то воюет с дан голой с массу льман ну шииты понятно но с массу льманами это звучит как повод к войне сто процентов конечно вот такие неприятные моменты как бы непонятно мы покрасить не покрасим это но в целом меня интересует побережье это в целом не только но побережье в том числе поэтому но это невозможно терпеть вы согласны я думаю домам люк кстати тоже согласен нет мы без тебя эти за оса подожди интересно еще как при крепостям у них но здесь есть высокогорье горная крепость и столица с первым уровнем крепости но такая неприятная тема но у нас есть плюс один бонус к сражению в в горах из-за вот этого бонуса эпохи думаю справимся справимся но армию 28000 войну они быстро прекратили кстати альва это нет это это не вассал ладно ладно нифига на убийцы расширились солидно выглядит а кстати на маш наемников а денег то куча знаете куда наемников я буду девать найму и штурмовать эти горные крепости нормально же нормально я думаю правда нам нечем дырку сделать в них к сожалению у нас пушек недостаточно хватило бы кстати двух может быть а может быть может ну плюс такие восстания тоже такие неприятные это ладно она это было не обязательно вот тут есть две пушки у нас не обязательно тогда не надо так вот вот наемник какого-нибудь может генерала себе сейчас дадим или дадим не дадим наверно да поэкономим ради идей а и надо дать вот тут всякие битвы ну кстати минус довольно небольшой можно сказать и мастер-класс по штурмам наемники давайте как вы хоть звали ты бедолаги независимая армия так и звали ну все давай справились справились потеряли 9000 где-то во время штурма на 2000 обороняющихся пойдет пойдет так но мне кажется вот эти восстание надо давить каким-то образом это вот не дело совершенно как бы умею не перехотелось давить восстание такая суета не здоровая поднялась 24 тысячи все-таки у них еще две таких альба помогает альба кстати это ну тут восемь тысяч всего лишь на самом деле наемники в таких вот осадах эта тема в принципе их же не жалко абсолютно вот пожалуйста тактика использования наемников мною понята так ну тут мы всех подавили тут я подогнал на транспортники пускай ездит ну в общем все эфиопские крепости палим супер спасибо огромное наемникам сколько 50 тысяч рекрутов у них было да пожалуйста и так претензии дам претензии претензии вот они нет вот так вот торговля наша идет хорошо вот она торговая . важно есть и что там еще хотим как-то сомневаюсь вот подожди а вот это вот а это и относится вот к сомалийцам все опы но я не хочу вас так просто отпускать понимаете перекрестить я вас не могу потому что вы не мусульмане изначально а контрибуции а даже деньги к ним нам не могут прислать контрибуции я согласен я вот на это то наверно до full торговля наша и все боковать не будем наверное не будем вот такте у нас и деньги есть и все а что мы хотим торговые точки эфиопский ну тут здесь в альве но далековато далековато ладно не хочу не хочу затягивать хотя ради денег максим можно за 415 монет от них а мы и так можем накопить так что ладно давай так то хватит но йемен как никогда красив и прекрасен но согласитесь а ай-яй-яй кстати не чекну может быть их было золото да было 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 ладно мы не важно ну и пожалуйста так наемники вам спасибо смотрите и рекрута даже не все умерли как интересно они бы обязательно все умерли бы итак очередная крепость нужна ли она нам как будто бы нет абсолютно бесполезная да 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 тут конечно она упирается в пустошь но здесь типа к чему она непонятно даже крепость здесь бы лучше было бы наверно да здесь на вкус с упирая в пустошь здесь в море и как бы проход отсюда вот мимо этой крепости невозможен суда ну как будто вы вместе до этих двух крепостей можно одну здесь поставить вот так давай сделаем оптимизация так но все эти креп в территории все в торговые компании но кроме и фата и фат я не могу все эфиопия даже а она нас из соперников убрала да у бедолага и мы стали великой державы у это пропустил восьмое место но может быть это из-за того что не все державы приняли институт возможно да кстати мамлюк у тебя же нет института я так понял не хочешь ли вот его купить а мы уже распространяем подожди точно они по кило подожди в кило распространяем так кило давай там расти себе развивайся и да фиопия не может быть нашим соперником арагон кастилья мамлюк арагон кости мне плевать на арагон мне плевать на кастилью но мамлюк арагон соперник османа кастилья соперник мамлюка сблизиться я наверное больше всего хочу конечно с османом поэтому давай как ну арагон выберем соперники мне кстати до сих пор у нее нету что любопытно 111 и так с эфиопией разобрались здорово с я сам пока что двадцатый год ждем ожидаем нам люка мы влетать будем с османом я думаю он пока воюет он тос это карка значит а каюн лон захватил целиком блин здесь албания в союзе с венецией до катя какой-то по коалиции ты целиком страну целую захавал слабо чувствуется для него слабо на самом деле тогда вы сер я тут додумал уже об этом родич на трон сюда сразу же восстание претенденты сейчас подавим эти впервые при посадке кого-то на трон тут претенденты моментально восстают необычно эти тут есть великий проект хрер должен принадлежать исламу то есть если чем можно из торговой компании его братья перекрестить хотя он разблокирует механику такую которая у нас появилась из-за вот этой вот и кнопки понял в целом плюс институты стаба престиж за развитие от миссионера но бесполезная провинция так-то великая великая постройка а вот здесь проект тут плюс один купец дается по крайней мере а ну и миссии начата сити of sun на монра сиды мы нонра сиды эффективность миссионеров плюс 3 терпимость к истинной веры ну надо надо выполнять надо обратить внимание на задание вот кстати сити of sun чтобы это выполнить нам нужно но с униизм принадлежит йемену все хорошо храм или собор сейчас построим и не очень понятно что с монументом нужно сделать правда ну давай сейчас немножко под копим это делается очень просто у нас очень просто что-то на вот эту провинцию кстати мастерская или контора верфи еще нужно до развития у нас и так хорошо мастерская есть сейчас бахнем вверх это же вот это это док подожди док подойдет нет вот она вверх 8 дип тех должен быть пу-пу-пу ладно обратим на это внимание да именно вверх нужно так и в ада не нужен рынок да все остальное нас выполнено развитие второй уровень здесь а подожди 15 развития у нас нету да а рынок есть все теперь 15 развития здесь у нас есть супер то время как таис может быть политической столицей именно аден является экономической столицей традиционно выполняющий роль важного перевалочного пункта и центра давайте покончим зоны военных действий в емине и вернем доверие к рынкам внутри города и вскоре мы снова будем пожинать плоды его богатство окей добавьте два года торговли дохода что это значит почему куча монет может быть если это так то я только за и до конца игры получаем бонус на место торговое влияние и станет повышение центра торговли супер и да получили кучу денег это мне нравится так вижу тут еще так довольно такое верхнее задание значит а защит начальная нам нужно 25 легких кораблей для защиты торговли вот здесь да что такое легкой корабль что так что это такое это типа галеру за поискать защищаться от пиратов я правильно понимаю не защита торговли это просто такая штука круто я сказал да это барки но с 25 барков нету собственно ну это поправимо кстати нужно следить за влиянием эмиров 99 и 4 блин если 100 то это бедствие все помнят до такой момент нужно за этим как-то проследить аджуран уж не думаешь ли ты что я тебе забыл аджуран совершенно не забыл тебе все еще и все еще аденский залив наличие да и в целом территории все твои хочу абсолютно все завоевать по что ты сомалиец сомалийцы наши родные братья как принципе можно знаете подождать пока построить здесь крепости только-только начало строить но и разрыв союза с мамлюком тоже надо или или ты так не вступишься нет так он вступится она пока это меня не сильно беспокоит а вот и city of сана да ничего там такого не нужно прожимать особо город сана невероятно важа в нашей истории настоящее время удерживаем и рассидами давайте изгоним их из города и превратим его во второстепенную если не в главную столицу государства рассидов вообще никто и не помнит уже родные в никто не помнит получаем бонусы которые вот здесь у нас написано и 400 величия величие величие это вот это величие да это вот это величие не особо нам и нужно вот именно это величие эти как-то логичные уже на следующий эпоху это перенести хочу ли это да да наверное пока не будем прожимать сетев сана не будем дам не так и осталось у нас из таких у доступных заданий это вверх здесь поставить и пойти войной на мамлюка замеку медину а потом объединение аравии 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 арабии арабии вот хотя мы когда колонизируем этот остров мы сможем сделать претензии на мальдивы просто это всегда такое таки острова знаете супер отдельные непонятно как ним подступиться то потому что вот если ты вот тут как-то обитаясь живешь то ну вылетать в них на минус стабу и ради чего как бы непонятно ради чего здесь даже торговой точки то нету а так так мы сможем просто я сейчас думал после этой провинции что дальше колонизировать думаю суда может быть высадится на тут и развитие есть тут и в любом случае скоро появится европейцы их обогнать то есть было бы неплохо но думаю нет нет экономически более выгодно развиваться именно в индии это мы и будем делать все все знания что мы могли в килве распространили мамлюк за пять монет да то что нужно спонсируем противник осман даже осман еще не исследовал то есть ну так чисто что видите да мы уже мамлюку продаем вот там с этого 71 монету экономика ой как хорошо торговые точки раскачиваются у нас даже третьего уровня торговую точку появилась сильно сильно есть колония у нас независимая но как независимая теперь состоялась и как я хотел что-то по званию холл холл и что такое не знаю отличная крепость есть вот вот у нас будет 50 благосклонности чтобы разорвать свою саджурраном и все получается влия в лед в него потом мы могли бы уже в яс влететь опять с и стимуридами кто бы сомневался ну ничего тимурид это следующая моя цель в общем-то как оказалось не особо-то и сильно блин все хотят с нами дружить слава богу война за французское наследство началась франция кому-то упала арагона упала но кастилья даже не знаю поздравлять тебя или нет при таких условиях арагон то может упасть и кастильи в унию нет не знаю и так мамлюк родненький разрыв союза аджуран пожалуйста тот же аджуран никаких наемников ничего не надо флот я побольше построил галеры там все дела уже как-то и давосирую приказать чтобы он до оккупировал провинции вот родники давай вот своими единичками ты вот этим займешься нет не займется да мне кажется и а вот он пошел наверно пошел ну да давосир что-то там оккупирует в общем-то ну ладно итак аджуран не знаю секрет для тебя или нет я хочу все вообще может кроме вот этих кстати провинции тут они частично сомалийский хочу вот это допустим а я не могу так сделать вот и пожалуйста кстати вот это принц как это странная она наверное да ну так вот в бок идет давай тогда вот так вот как-нибудь из тебя целиком оставим анклавы внутри себя делать не будем вот так пожалуй да да и все прошу легендарная победа как приятно а йемен силен йемен ой силен мекку медина бы еще захватить вообще было бы песня так вот эту крепость я убираю пожалуй еще одну крепость можно знаете где бахнуть типа вот так вот но это степи блин конечно позорные вот она бы перекрывала проход суда определенно вот это бы перекрывала тут уже таких вот тут высокогорье максимум есть но тут она ни к чему если ни к чему то и позже захватились твой первый линкор можно с этим поздравить так торгового флота уже пополнился значит еще тремя фрегатиками давай их улучшим до каравел так то 25 нам нужно для задания но это ладно так я все еще не забыл что бывает такая штука как чартерная компания знаете не то чтобы можем прям сейчас это купить а мы не можем их купить это да подожди нам до хватает длины странно ну ладно наследник трона умирает и у нас он новый измаил 444 по-моему у нас прошло был хуже да все спасибо хорошая новость ведь одни хорошие новости я не успел заметить как он сыграл вообще в лейтгейм превратилась такими доходами это еще у нас вот это все национализируется имейте ввиду это снижение дохода так то не больше армия есть с очками не так себя по потехам вроде пытаемся успевать но это в ущерб идеям то есть я ни одну идею до конца не закрыл вообще ни одну этими очками как бы вопрос но для этого можно по улучшать вот здешних молодых людей кстати почему этого не делаю то это надо делать ну вот доходы у нас прям совсем неприличные вот надеюсь этим всем у нас будет полегче ну что наш арабский карфаген цветет и пахнет вот уже вижу конфликт с тимуридом уже вижу конфликт с мамлюком то блин осман еще по кд воюет ему вообще пофиг на всех просто по кд воюет сколько на него не смотрю кошмар ужасная страна так что друзья подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии жмите на колокольчик и на этом на сегодня все всем спасибо что были всем спасибо что смотрели как то так